У вас товар, у нас купец. Так в течение многих веков начинался на Руси обряд сватовства. Но не всегда он заканчивался свадьбой. Порой сватам и жениху выкатывали арбуз. Это означало отказ. Так почему же сегодня полосатый плод часто присутствует на столах во время романтических свиданий? Арбуз считается одной из самых сексуальных ягод за счёт наличия такого вещества, которое называется цитрулин. Зачем на Руси арбузы вымачивали в соде? И почему из них долго не могли получить консервированный сок? При консервировании арбузный сок теряет свой вкус. Но если мы добавим яблочное или лычевое пюре, то мы сохраним арбузный аромат. Почему мужчины любят носить арбузы? И различаются ли арбузы по полу? Арбуз – это однодомное растение. Вот, и никаких мальчиков и девочек там, конечно, быть не может. Они все однополые. Какого цвета арбузы в США? И что делают с арбузами в Китае? Там всё-таки больше режутся или фонари из тех же арбузов, или национальные скульптуры, это типа драконов всяких. Арбуз – это самая крупная многосеменная ягода на Земле. Благодаря сладкому вкусу мы ценим арбуз как приятный и лёгкий десерт. Ещё мы утоляем им жажду. Казалось бы, всё. Однако арбуз не так прост. Какие же тайны он скрывает? Редко встретишь человека, который не любит арбузы. В сезон трудно пройти мимо арбузного развала. И мало кто догадывается, что когда-то люди вообще не обращали внимания на эти созревшие плоды. Много тысяч лет назад в пустынях Намиб и Калахари были огромные заросли дикого арбуза. Им питались верблюды, не люди. Почему? Оказывается, дикий арбуз – это очень горький небольшой зелёный плод размером с грейпфрут. Именно в таком виде в 2000 году до нашей эры нашли арбуз египтяне. Египтяне – народ любопытный. Они стали экспериментировать с ягодой и добились потрясающих результатов. Самое главное достижение – сладкий вкус. Фараонам новый плод понравился. Сам арбуз занял почётное место на их столах, а его семечки – в гробницах. В Россию арбуз, культура арбуза пришла через монголо-татар, которые в 12-13 веках, захватив Русь, внесли немало своих кулинарных порядков и привычек нашему народу. По другой версии, арбуз попробовали на Руси ещё в 9 веке. Их иногда привозили из Астрахани. Тогда этот город назывался Итиль и был столицей Хазар. Во время долгого путешествия арбузы портились, поэтому свежими их почти никто не ел. Вымачивали в соде, а потом готовили патоку с перцем и пряностями. В любом случае, арбуз долгое время был гостем заморским. Историю же русского арбуза отсчитывают с конца 16 века, когда царь Алексей Михайлович повелел отстроить в Чугуеве 5 городов и посадить там арбузы для царского стола. Настоящий, конечно, расцвет этой культуры, ягоды, между прочим, которые имеют всё-таки ботаническую такую классификацию, он наблюдается уже позднее, скажем, при Петре, который заложил основы бахчеводства и, собственно, распространил эту культуру на юг России. Царь Пётр, будучи на Каспии, так арбузами восхитился, что приказал дать их в честь салют и выбить монету. Вернувшись в столицу, Пётр приказал выращивать арбузы под Москвой, но безуспешно. Семена астраханских арбузов не всходили, и арбузных дел мастера ничего не могли поделать. Только в 60-х годах 18 века ботаник Ефим Грачёв вывел северные сорта арбузов, и дело пошло. Самый популярный сорт в России – это астраханский. Привыкли мы, начиная с 9 века, есть арбузы, выращенные под Астраханью. Вот это называется пекинская радость фермерская. Этот арбуз хорошо подходит под условия Подмосковья, дает плоды, вот этот плод еще будет наливаться, ну, килограммов 10-12 он вполне может достигать. За границей предпочитают выращивать свои сорта. Они могут отличаться от наших размером, формой и даже цветом. В той же самой Америке широко используются арбузы и светлые рассветки кожуры, и черные. Знаменитый арбуз, например, Шога Бэбби, имеет опять так же самые американские корни. Он черного цвета, он небольшой, он очень сладкий, вкусный. Самый большой арбуз, выращенный в США, весил 122 килограмма, а вес самого маленького – всего 4 грамма. Его длина составляет полтора сантиметра. А вот вокруг Багдада выращивают арбузы в полтора-два метра диаметром. Жители деревень по очереди охраняют их от единственного страшного вредителя – местных свиней. А знаете ли вы, что китайцы активно выращивают кормовой сорт арбуза, хотя он и не очень сладкий? Зачем он им нужен? Чтобы изготавливать цукаты. Оказывается, китайские цукаты манго, киви и ананаса, которые мы покупаем в магазине, делают вовсе не из этих плодов. Все они из кормового арбуза. Удивительно, что хотя арбуз на 90% состоит из воды, он хорошо и надолго удовлетворяет чувство голода. В 100 граммах мекоти арбуза – 38 килокалорий. Столько же килокалорий содержится в 100 граммах обезжиренного кефира. Арбуз достаточно часто применяется в так называемых щелочных диетах. Это диеты, содержащие в себе большое количество щелочных ионов, прежде всего кальция и магния. Вот в арбузе их очень много. И в частности, это очень влияет на тонус кожи. Модели всего мира часто отказываются от разных косметических средств. И два раза в неделю едят арбузы с ржаными хлебцами. Так они теряют лишние килограммы, избавляются от токсинов и понижают уровень холестерина. Однако чаще на этой диете сидеть не стоит. Все дело в арбузном сахаре. Этот сахар очень-очень быстрый. Есть очень сложное слово, называется гликемический индекс. Но дело в том, что он имеет колоссальное влияние на обмен углеводов и жира в организме. Так вот, если мы, например, начинаем худеть на продуктах с высоким гликемическим индексом, то нам это может аукнуться на следующий день, потому что меняется гормональный баланс организма в сторону накопления жира в том числе. Невероятно! Но в сезон созревания арбузов падает продажа сладостей, конфет, пастилы и даже шоколада. Именно благодаря большому количеству сахаров. Это выяснили французские маркетологи. 15% гликозы и фруктозы. Единственное, что если он долго хранится, то они начинают переходить в сахарозу, и тогда арбуз становится опасным для диабетиков. Еще один поразительный факт. Несколько лет назад ученые сообщили, что арбуз стимулирует мужскую потенцию. Продавцы провели рекламную кампанию, а покупатели стали наедаться арбузами перед сном. Впрочем, скоро ажиотаж спал из-за отсутствия обещанной реакции. Почему же арбуз себя не оправдал? Да потому что мякоть ничего не стимулирует. Все дело в корках. В корках арбуза достаточно много атипичной аминокислоты цитрулина, которая может быть в организме донором НО, оксида азота-2, и проявлять стимулирующую мужскую потенцию действия. Мало того, оказывается, арбуз влияет на проявление мужских качеств у представителей сильного пола. Экспериментальная психология говорит о том, что 90% мужчин, если они покупают вместе со своей женщиной арбуз, они помогут ей его нести. То есть именно мужчина будет нести арбуз. Даже те мужчины, которые обычно не помогают нести тяжелые сумки. Плюсов у арбуза неимоверное количество. Однако все они теряются, если он напичкан нитратами. Так как же распознать хороший арбуз? Надо помнить, что арбуз должен быть блестящим. Не существует сортов с матовой коркой. Золотоватое уплотнение в мякоти арбуза или желтые прожилки говорят о том, что в арбуз вводились стимулирующие вещества. Спелый арбуз, как правило, большой и при этом легкий. Если по нему постучать, звук будет звонкий. Его легко поцарапать ногтем. Есть мифы. Мальчик-девочка. Один слаще, другой ульянийский. Это просто на самом деле арбузы не делятся ни на каких ни мальчиков, ни на девочек. Просто окрестили таким образом то, что у кого-то большое пятнышко, у кого-то маленькое. Специалисты по карвингу, художники, которые занимаются резьбой по овощам и фруктам, очень любят работать с арбузами. Из них делают и чаши, и вазы, и драконов, и лампы. Однако выбор поделки в первую очередь зависит от сорта. То есть какие-то бескостные, взять как испанские арбузы, в этом плюс большой. Или возьмем, допустим, бразильские, они имеют или совсем темную шкурку, или совсем светлую шкурку. Астраханские, они имеют очень крупные семечки, и семечки эти находятся очень близко к шкурке, что очень затрудняет именно саму резьбу. А вот еще одна тайна. Спелый арбуз не тонет в воде. Это знают все. Но почему? Оказывается, его рыхлая мякоть содержит много пузырьков газа, благодаря чему удельный вес арбуза меньше единицы. Впрочем, гораздо важнее другой секрет. Для того, чтобы арбуз дольше хранился, его нужно завернуть в газету, положить в холщовый мешок, подвесить на крючок, да так, чтобы он ни с чем не соприкасался. Впрочем, хранить свежими арбузы совсем и не обязательно. Можно сварить арбузный мед и есть его всю зиму. Ну а пока зима не пришла, постарайтесь все же успеть насладиться вкусом свежего арбуза. Вкусом уникальной и самой большой на планете ягоды. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!